Ребят, привет! Сейчас я буду вам показывать наши покупки и из ярче, и из фикс прайс. Причем начнем мы именно с фикс прайс, по той простой причине, что здесь все прям уже лежит рядышком. Но я тут, конечно, все навалила просто на стол, надо быстро сейчас вам показать. Цены буду называть на какие-то товары по памяти, так как я одна, сейчас снимаю и по чеку будет это все растянуто невероятно долго. В общем, погнали! Так, первая такая вот новинка, фикс прайс, интересная, это подставка для ножей, собственно говоря. Мы выбрали именно в таком варианте, китчен. Ну, посмотрим, выглядит классно. Не сказать, что это что-то такое прям топовое, это понятно, но посмотрим. В общем, а сколько она стоила, не помнишь? 99. А, 99. Вот, видите, как здорово. А, сразу вам покажу, в таком разе, вот такие вот стаканчики симпатичные. Здесь 290 миллилитров, там было написано. Здесь, вот, да, 290 барокко, стакан для коктейлей барокко. Вот такой вот, 55 рублей, очень красивый стакан. Там бокалы различные, вот, рюмочки. В общем, разные в таком же ключе, в таком итальянском стиле. Вот, ну, красиво, знаете, свет, опять, по-моему, забыл выключить в коридоре. Такие симпатичные рисунок вот такой вот, да, симпатичные. Ну, причем классные, да, у меня такой же есть бокал. Он, как вы знаете, под шампанское, батарейки, по 55 рублей стаканы, батарейки, набор литиевых батарей, флекс, 55 рублей, тут написано. Ну, это там, мне не все нужны, ну, что поделать. Так, 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 любимый Ромин тунец, натуральные куски. Ну, кстати, ну, Дима вообще любит рыбу, поэтому ему тоже нравится. Вот, 2 баночки таких, не знаю, что по цене, ром уже куда-то ушел. Сколько твой тунец стоит? 55. Так, попкорн как стоит? 18. И таких, раз, два, три, четыре, пять. Также Рома взял такое пиво, кружечка чешского, 4 бутылки и каждая стоит по 55 рублей. За 25 рублей, вот это вообще очень шикарный зефир. В прошлый раз я брала с ваниль, а в этот раз зефир белорозовый. Вот он вкусный, немский десерт, еще раз расскажу. С любовью и нежностью от шефа, 150 грамм, в общем, за 25 рублей. Красота, абсолютно клевый зефир, вкусный, классный. Я даже вот там просто показывала, да, что я пробую. Так, это уже тут покупки врываются из Ярчи, которых на самом деле, конечно, гораздо больше. А Рома, а кефир ты где взял? Ярчи, 54 рубля. Что-то я не поняла, смотрите. Не, ну нормально. В общем, фамилия, вот такие, XXL, два полотенца, они огромные, два рулона. Экономично, практично, это так, 200 листов. У нас еще один даже рулон в запасе, один уже, который висит над плитой, он, короче говоря, уже практически закончился. Так что вот, ну, по-любому надо брать, да, очевидно. И второй, это вот такой плюше, брала для того, чтобы лицо вытирать, именно вот один рулон. Мне он понравился очень, я решила еще раз его тоже взять. Он такой же, ну, да, желтоватого оттенка. Ну и вот, тоже уже практически закончился, но еще не до конца. Что, кстати, большой плюс, очень действительно экономично. Теперь покупки из Ярчи, значит, Миратор, Блэк Ангус, пельмени, ну, из мраморной говядины. А стоили там 200 рублей. К сожалению, те, которые, там вообще было, знаете, не подойти к этому отделу, к морозильнику, где вот эти все замороженные товары, насколько мы могли посмотреть, и пельмени, которые мы до этого брали, вроде как подорожали, но непонятно, непонятно. Было до конца, вот. Значит, а дальше, да, с томатами, ароматами травами, вот такие вот, по-моему, 21 грамм они стоят. Или что-то около того, может, 27, да. И таких сушек, на самом деле, тут много. Еще вот такие. Ну, наверное, стандартно так было. Время, значит, это классические. Они что-то стоят, вот эта большая, 54, по-моему. Так, еще сейчас сушки покажу. Вот такие. Ну, они там стойко. Третья. Таралиня, сейчас на самом деле. Лаваш, честно, не знаю, не знаю, сколько он стоит, там цены не было, вообще был бардак, я его еле откопала среди хлеба, но обычно там стоит что-то около 45 рублей. Вкусный просто, лаваш, армянский, дружевой. Мой любимый, коломенская. Я его обожаю. Кокосовая стружка. Сколько кокосовая стружка стоила? Сколько? По 8 рублей. По 8 рублей. Вот, 3 упаковки. Ну, там 8 чем-то, может, подсказывает. Так, опс. Яшкина по 17 рублей. Решила такие крекеры взять. Ребенок любит крекеры. Вот, Яшкина, они хорошие. Но я вот на них внимания не обращала. А тут подошла бабуля, начала что-то говорить, само собой, по поводу этих крекеров. Там какой-то вес она высчитывала, не знаю. И я такая, о, крекеры. Я вот взяла с сыром, там были какие-то с кунжутом. Чай, P54, по-моему, он. Постоянно его беру, очень вкусный, мне он нравится. Фера. Forest berries. Ну, лесные ягоды. Вот так. Тихо сюда тоже. А, вот, тоже интересная покупка таких вот. Две упаковки. Ну, Story. Мягкая арахисовая паста. Отборный арахис, белок, клетчатка. Очень вкусный, 100% натуральный. Вообще, обалденно. Очень рекомендую. Две штуки. Там еще спрятано. Что, может, еще что-то спрятано? А, кстати, еще Рома взял, ну, к пиву, кефир. Ну, шик. Просто так интересно, да? Пиву, кефир. А био, кефир, светлогорье. 1%. Значит, самое время решила взять, попробовать салатик. Этот именно с копченым мясом 38 рублей. Санта-Брэймор, кстати. Они делают эту сельдь. И я взяла мужу такой. А себе сельдь под шубой. Он 3-4 рубля вообще стоил. Вроде по скидке там 44 обычно. Ну, тут мало, 150 грамм. Ну, почему бы и нет. Мне захотелось попробовать. А, тем более, марка известная. Так, вот я показывала, да, еще тут сушки. И шоколадок. 5 штук вот таких вот. Экстрамил, 51 рубль они сейчас стоят. Также решила взять, попробовать себе я... Ну, не себе. Как бы я просто люблю белый шоколад. Ну, Дима тоже может поесть. Поэтому, то есть, ему тоже нравится как бы себе. Но Дима, если захочет, тоже поест. Ну, у него есть там шоколадки. В общем, решила белый шоколад именно от Яшкина попробовать. Как он будет, не знаю. Цены не было указано. А чека нет под рукой. Я вам сказала, что по чеку сейчас некогда будет тут и лазить мне. Ну, в общем-то, и все. Получается, это все покупки. А, ну, еще сейчас вот муж подсовывает чипсы. Лейс Стакс. Сколько Лейс Стакс стоили? Я не знаю. А что ты взял нежный сметанный лук, как я люблю? Если ты говоришь? 109, да? Ну, не брал бы. Есть, ты говоришь, что с паприкой. Только для тебя самый лучший. Хлеб звездный. Люблю всех звездный. Это уже из пятерочки, может, докупил. Хлеб столичный. В нарезку. Странно написано. Ну, в общем, да. Вот такие вот покупочки. Покупочки покупочные. И все это у нас вышло, по-моему... Насколько у нас все это вышло? Все вместе. В фикс-прайсе мы, короче, оставили 827 рублей. А там 1300, по-моему. Ну, вот считайте. Насколько это все вышло. Так. А я пойду по своим делам. В общем, ставьте лайки. Подписывайтесь. Ну, всего самого крутого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok